Существует ли такая возможность, чтобы в титульном бою дали ничью? Нет Окей Ничего страшного Ничего страшного, окей Да не, я не могу сказать, не знаю, нет Слушай, мне самому интересно, кто это Ну ты узнаешь, когда выйдет программа 0.15, да, пусть будет Ты переоценил его очень сильно Ну... К примеру, Хабиб Окей Молодец Следующий вопрос Есть Половинка Окей Всем привет, и перед началом этого видео небольшой спонсорский блог Спасибо нашим друзьям из букмекерской конторы Марафон, Марафон это лучшие коэффициенты на спорт Там вы можете поставить на ММА и на другие виды спорта Если, конечно, ставите А если нет, то просто смотрите наше видео Всем привет Мы приехали взять у Сереги Романова интервью Но так вышло, что сейчас он раздает автографы на свой автограф-сессии Поэтому у нас выделилось немножко времени За которое мы можем пообщаться с ребятами, которые сюда пришли И спросить у них вопросы про ММА Узнать, насколько они в ММА шарят Будет 10 вопросов А вы тоже на них отвечайте Ставьте на паузу И в конце, пожалуйста, в комментариях Напишите, насколько вы смогли ответить Смотрите, что будет Поехали Как ты думаешь, сколько весил самый тяжелый боец за всю историю ММА? Можно округлить 205 Ну, может, килограмм 180 200 150 Как-то мало Да? Ну, ты спросил, я ответил Окей Ну, просто 150 обычный бойцы весит Я думал, просто ты меня спросил, я подумал Потом думаю, ну ладно Ну, давай, ладно, другую версию Самый тяжелый, я думаю, что 210 Какой-нибудь сумоист 130 выше Ну, на первых турнирах, когда сумоистов там брали Ну, я думаю, в районе 230 Ну, что-то 225, по-моему, килограмм было И тогда нигер дрался Здоровый нигер дрался с каратистом, по-моему Ну, что-то такое, короче, было Ну, я смотрел Самым тяжелым бойцом ММА являлся выходица сумо Эммануэль Ебора Который во время своего дебюта в UFC показал на весах 270 килограмм Кстати, всего через пару лет, выступая по сумо, его вес увеличился до 400 К сожалению, в 2015-м, в возрасте 51-го года, Эммануэль скончался Кто больше всех провел в UFC защитит титула? Я разрываюсь между Джон Джонсом и Мышонком По-моему, если я ошибаюсь, Джон Джонс пройдет Нет, Мышонок, Мышонок, я скажу Мышонок Альдо, наверное Диметриус Джонсон Джон Джонс Из чемпионов UFC Джон Джонс Ну, например, Хабиб Рой Джонс Ладно, Елена, спасибо Это было весело Обладателем рекорда по количеству защит титула UFC является боец на легчайшей весовой категории Диметриус Джонсон Который сделал это аж 11 раз Правда, сейчас он покинул стены самого сильного промоушена мира И пытается покорить азиатский рынок, участвуя в гран-при One Championship Какой рекорд был у самого худшего бойца ММА? Просто можно предположить, если знаешь Я видел недавно Что-то там 1,40 1,40 что-то такое Будет 15-0 0,15 20 23 20 поражений Да, наоборот 2,20 3,20 По-моему, что-то типа 34 поражения, 1 победа, что-то такое, я помню 1,34 было Ну, там Боб Сапа один из топчиков в этом виде Но у него далеко не такая разница А вот весь чувак, у которого типа 1 победа и 34 поражения По-моему, так По-моему, так Но могу ошибаться 0,0 0,99 0,98 Что-нибудь такое Под соточку, наверное 102 поражения А побед? 10 Обладателем самого худшего рекорда в мире ММА является американец Кеннет Аллен У него за плечами 41 поражение и всего 1 победа Вы, возможно, скажете Стоп Хуже тот, кого он смог победить Но Кори Симпсон после поражения уже успел взять реванш у Аллена Сколько лет существует UFC? Так, 25 лет было в прошлом году, значит 26 Подожди 25 лет 25 лет было, когда Хабиб дрался с Майклом Джонсоном Да, значит 27 26 Я думаю, что так, 20, сейчас 25, наверное, чуть побольше В прошлом году сильнейший ММА промоушен мира разменял четверть века То есть на сегодняшний день, уже как 26 лет подряд, UFC нас радует замечательными яркими боями А самое главное, не собираются в этом останавливаться Сколько весят перчатки UFC-шней? 6 унций Серьезно? Без понятия честного Я знаю, сколько весит греча, 100 грамм На глаз могу определить Помидорчики, брокколи, это все без проблем А по поводу перчаток, без понятия честного А, унций 4 10 унций 2, 3, 2, 3 унции, наверное 4 унции Правило обязательного ношения перчаток UFC появилось с турнира UFC 14 Перчатки весят всего 4 унций, что эквивалентно 113 граммам Их вес никак не привязан к весовым категориям бойцов Есть очень известный режиссер, прям его знают все точно У него есть дочь И эта дочь выступает в ММА И она еще и стала даже чемпионкой в одной из организаций Как ты думаешь, что за режиссер? Режиссер не российский Ну, прям супер известный Тарантино? Окей Клуни Клуни, а он не режиссер? Он стал режиссером, по-моему А есть ли у него дочь? Да Ну, я, да Сначала говорю, потом думаю Ничего страшного, хорошо Слушай, я не могу сказать Подожди, не, не могу сказать Не буду Может быть, какие-то есть догадки Кто из режиссеров Да, слушай, много режиссеров Какой-нибудь, Билдберг, может Да не, не могу сказать Не знаю, не Ну, слушай, мне самому интересно Ну, ты узнаешь, когда выйдет программа Ну, если честно, я вообще без понятия Особо женские бои даже не смотрю Какой-нибудь японец Американский Американский? Американский? Кукас в 1981 году удочерил девочку по имени Аманда Кто бы мог подумать, что через 30 лет Достанет чемпионка японского промоушена Дип Какой из российских промоушенов собрал на своем турнире самое большое количество народу? М1 Я как патриот М1 глобал ACB Могу предположить, что это, возможно, Федор Смальдонадо был То есть Fight Nights Либо 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 Ну, не ACB точно По-моему, я поставлю на Fight Nights на Федора Смальдонадо На М1 Fight Nights М1 Молодец Турнир М1 Глобал Битва в горах 3, прошедший в Ингушетии в 2014 году Вошел в Книгу рекордов России как самое массовое высокогорное мероприятие А также самый посещаемый российский турнир по ММА Его посетило более 23 тысяч человек Стоит отметить, что вход туда был свободный Существует такая ситуация в UFC, что за титульный бой дают решение ничья Ну и просто я не могу представить ничья Значит, никому не достается титл получается Если ничья Я думаю, нет Его не может быть Нет Окей Ничего страшного Ничего страшного, окей В титл на Болю, скорее всего, нет Может быть такое, да Но пояс остается Если, допустим, идет защита чемпионского пояса Пояс остается у чемпиона Вот и все Если это, допустим Ну, вот я, допустим, так сходу не помню Боя, где разыгрывались Разыгрывался титул И не было определенного чемпиона Чтобы была ничья Сейчас мне нужно пару минут, наверное, вспомнить Я думаю, что если пояса ни у кого не было То они в любом случае выберут победителя Наверное, так Нет В чемпионском бою, как и в обычном рейтинговом Под эгидой промоушена UFC Может быть присуждена ничья Яркие примеры Это недавний бой Тайрона Вудли с Тиленом Томпсоном А также олдскульный реванш Грея Мейнарда и Фрэнки Эдгара Был ли за историю ММА Боец, который выступал в ММА без рук и без ног? Да, был Без руки Один есть боец Без рук и без ног? Без рук и без ног Думаю, что возможно Без руки, по-моему, я видел Я думаю, не было такого Не, ну вот парень, который все в UFC Ну вот у него одной руки нету Он чемпионом Он бился с Джастином Гейджа за титул Это Ник Ньюэлл, да? А есть парень, который нет ни рук, ни на? Ты думаешь? Я думаю, такой инцидент присутствовал, но я не помню его Я не видел такого боя То есть Не могу вспомнить Но я думаю, было что-то подобное Нет, думаю, нет Без руки Нет, без руки Без руки был Известно, это Ник Ньюэлл, да А вот был ли парень, у которого ни рук, ни ног? Нет Кайл Мейнард родился с врожденной ампутацией конечности Говоря проще, у малыша не было ног выше колен и рук по локоть Но это не остановило его И с самого детства он начал заниматься борьбой и посещать тренажерный зал А в 2009 году он осуществил свою мечту и дебютировал в ММА Кто из бойцов ММА провел самое большое количество боев? Самое большое количество боев? Ну слушай, я сталкивался с таким персонажем, у которого 274 бои, у американец Я даже сходу сейчас не могу вспомнить его имя Но есть такой тип, вот, то есть его навряд ли кто-то переплюнул до наших дней Вот, я не вспомню имя, фамилию Он не очень известный, да? Ну вот, он известен тем, что у него самое большое количество боев А он из России? Тогда не знаю Вы контроли силы? Я вспоминаю, что с вот этих старых топов Блин, ну ты не очень в голову, нет, не идет Может, какой-нибудь Ахтару? Ну, нет, вряд ли, нет, 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 не знаю Трэвис Фултон провел более 300 профессиональных поединков по ММА Причем в 255 из них одержал победу Чем заработал себе заслуженное прозвище Айрон Мэн Железный Человек Даже сейчас, в возрасте 42 лет, Фултон продолжает выступать и побеждать Друзья, спасибо, что посмотрели этот экспериментальный выпуск Обязательно напишите, на сколько из 10 вопросов вы ответили Какой был самый интересный и главное Нужно ли подобное снимать еще Также напомним, что было бы круто вам подписаться на наш новый инстаграм А для тех, кому нравится то, что мы делаем, есть карта Сбера Куда можно отправить донат Сообщение к которому видят все наши подписчики Продолжение следует...